приведу сами газ не успел это пройти главный хоррор всея руси 35 миллиметров но хоррор исключительно потому что там геймплей вылит и хоррор скримеров там нету как и каких-то ужасов как вышла игрулька инвестигейтор что перевозка к следователю естественно у топовых каналов игра как водится появилась раньше чем у простых смертных еще до релизона соответственно но распространенное явление значит хочу сразу заметить что данная игра в стиме стоит 250 рубасов поэтому я не поскупился да и приобрел ну поддержать инди разработчика хорроров это всегда почетная обязанность в то же время игра 35 миллиметров стоит на 100 рубасов дороже то есть 35 миллиметров 350 а это 250 вот интересно какая же игра окажется более и к более игрой сразу хочу заметить что играет довольно годная мелодия здесь вот в менюшке ну такая пианинка и вообще там оркестр такая лирика короче говоря в опциях нету настроек звука это минус вот конечно явный минус еще минус это вот этот паук я думаю что ванамаз бы уже здесь игру в страхе выключил такого полигонального паука ладно хрен с ним благо я не он поэтому поэтому можно поиграть вау левел и здесь интересно как но можно мне врагов первого левела мои комплименты автору данного экрана загрузки более ленивого засранца я еще не видел в играх это просто жесть какая-то это даже блин не сони вегас это просто не за windows мув мейкер армар тварфер геймс я надеюсь что они настроили хорошо баланс звуков и диалогов потому что я могу здесь звук настраивать только крутя его на колонке и настраивая в микшере daily sound decision балдеть как будто это чё-то кому-то должно говорить наш герой видит поезд ему ему становится дико ссыкотно он мог четыре раза успеть перебежать эти рельсы туда и обратно но почему-то затупил остановился и отошел назад причем вроде как он на поезд и не собирался но решил на всякий случай прокатиться за цепингом без билета я уже могу камеры крутить нет интересно а что это так вагоны воздух поднял я что-то там торнадо то не вижу зевс разбушевался судя по молниям ну довольно годно вот выглядит влажной текстуры вот эти мокрые это похоже на какой-то unreal engine немножко но это не он потому что изображение не подмыли на и главный герой улетел на вагоне от поезда очнулся в лодке чё происходит в этой игре на прошло про вынос мозга ну саундтреки здесь как в сома прям саундтреки отличный это меня обнадеживает дайте угадаю мир пола и поразили глобальные катаклизмы а 2050 год климат на земле начинает меняться погодные катаклизмы следует один за другим торнадо разрушают города и лишая жизни людей меня зовут том в старом мире я частный детектив но в новом я обычный странник который скитается от дома в дом в поисках еды и ночлега недавно я набрел на заброшенный блокпост военных и нашел там карту на которой отмечен некий бункер выживших под кодовым названием с каждым днем становится холоднее и единственная надежда выжить это бункер бункер вы карту про секретный бункер выживших на каком-то обоссанном обоссанном блокпосту военных не подождите я конечно рад что в игре русская озвучка а можно мне как бы как бы Russian language my choice блять а чё график ситтингс я аж ставил о боже ну как так то что в этой игре когда ее сворачиваешь блин настройки разрешения сбрасываются что ли абсолютно very good я вообще впервые вижу игру в которой во время после то есть до старта игры настроек меню появляется больше чем на титульной странице это просто жесть вот настройки звука нашлись правда громкости диалогов один хрен не добавить но можно убавить музыку энд саунды видео ноль чё то есть видео без звука пусть идет я чуть не врубаюсь как видео ноль то может здесь просто нету видео так давай о пусть на всякий случай будет вот так а то мало ли что не имеет в виду шоу контролс xbox 360 ноу сэнки game setting invent а инверт не надо график сеттинг fullscreen детайл не работает стерео 3d нет ну и все короче блять не поставить тут русский язык отлично вообще я впервые вижу настолько настолько странный подход что озвучка есть а субтитров нету это вообще впервые в моей жизни эта игра вообще раздвигает горизонты безумия с самого начала но фонарь то можно взять кто кто оставил этот фонарь здесь зачем бери его отлично теперь я еще и промок отлично у меня руки синие как у аватара на улице я могу замерзнуть чё такое бля я нажал на shift и вперед и мне почему-то steam открылся мне уже напрягает работоспособность этой игры вообще со скриншотами конечно обманули скриншоты у игры если в стиме посмотрите просто вообще безумно красивые но естественно это либо отредактировано либо нарисовано потому что посмотрите у этой рыбы просто не было только что текстур вот они только сейчас появились что это это желтое это флаундер гномик пытаясь прибавить чувствительность мыши на ходу судя по всему здесь водится крупная рыба с удовольствием бы порыбачил домыслы главного героя клетки для лобстеров ничего интересного домыслы главного героя посчитали нужным озвучить интересно зачем интересно чем в этом хорроре будут пугать кроме ужасной погоды у нас то в питере дождем напугаешь едва ли мы в питере не такое видали только что камни с неба не падали так первая заставочка что мало было субтитров по поводу того кто эту игру сделал надо еще добавить актер томас арсений мистик влад шамсудинов николай это все русские имена какого хрена вы не сделали блять перевод текста засранцы так главный герой низкосраки посмотрите как у него ноги короткие это низкосраки танцор диско джимми а ч а ч а вот мы нашли огонь сделанный не знаю из какой-то гифки наложенный поверх поверх изображения не ну смотрится все вот на взгляд обывателя в принципе сносно для 2000 какого десятого года был бы вообще шедевр а c нажать и что а может они миру а русской они мне предлагают на мячик присесть что периодически в bs появляется сообщение о том что процессор перегружен видимо игра опять задействует всего одно ядро потому что в общем и целом процессор выше 42 процентов у меня не нагружается почему тут столько гномиков палатки ничего нет палатки ничего нет да я и сам как бы вижу что там ничего нет это не нуждается в комментариях которые вы тут повсюду напихали трава хорошо нарисовано вообще такое чувство что это карта из армад ворфор взлетная полоса как ее там называют не открывается похоже замок запряжел не меня радует что наши игроделы наконец-то воспряли духом и начали выпускать хоть и трэш пока что это трэш но но уже хоть что то господи зачем показывать этот трактор настолько крупным планом зачем на нем застрили внимание аккумулятор есть все есть чё он как бы должен работать но не работает прыжок как-то запоздало реагирует как выстрел в армад ворфор с задержкой жму на пробел он прыгает через секунду только вот он должно быть слышно смотрите слышали и это не моя клавиатура у нее отклик сносный а здесь просто а мы заплыли в камыши и так далее по тексту а мы заплыли в камыши но реклама наркоты строго блять запрещена дверь сломана не открыть хоть бы ура больше хоть бы почему не дать главному герою двустволку и не сделать каких-нибудь бомжей чтобы они из кустов вылезали ну что это средневековый факел тут чё просто так лежит что ли ну камон ну окна которые не просвечивают это конечно да вот тряпочка прикольно в принципе болтается вообще если уж делаете игру и вы from russia так сказать вы делаете ее в окружении знакомым российскому геймеру и россиянам то есть что-нибудь такое чтобы вот идешь и ты прям понимал что ты идешь по нашей русской деревне и поверьте что такая игра выполненная в отечественном сеттинге она найдет своих фанатов просто моментально просто хотя потому что они будут видеть что-то знакомое на каждом шагу не вот этот непонятный дом а чисто наша избавлять бабы маша какой-нибудь вот это зашло бы моментально стал кач только на этом и выехал неужели вы думаете что там какой-то геймплей был обалденно интересный не ну там еще там еще сюжет был сильный надо не забывать но и окружение сыграло не последнюю роль еще неплохо было бы фонарик дать спальный мешок или труп накрытый а это снова загрузка почему игра такая темная а экран загрузки вы выполнили на белом фоне неужели вы думаете что кому-то вот этот контраст будет доставлять какое-то удовольствие вот я сижу играю в темноте и тут херак белый экран вау что это было я помню я проклял Жанна Клода Ван Дамма за его фильм универсальный солдат который последний вот в тех кадрах которые где экран белый моргал ну все наверно смотрели я не эпилептик но бля я его урод наоборот он мне реально зрение подорвал своим сраным фильмом тупой мудак там у кого-то дискотека с непонятной музыкой походу кухня выглядит ужасно даже не хочу знать что там I don't even wanna know what this абсолютно я думаю что надо было такую засучку сделать чичи дверь заперта на ключ мне ее не открыть не очень понимаю что происходит шли по газону о ебать кто же такой батюшка цель ВНЕЗАПНЫЙ СКРИМЕР ВНЕЗАПНЫЙ СКРИМЕР ВНЕЗАПНЫЙ СКРИМЕР ЭНД он мне что глаза выколол где а это игра идет бля просто я реально в тему это просто лампочка лопнула я думал загрузка какая-то но я забыл что загрузка здесь на белом фоне кто-нибудь скажет мне что здесь происходит да и мне тоже скажите что здесь происходит вынос мозга без фонарика вот что происходит к чему был привязан данный звук нас соседи сверху топят вау опять что-то страшная морда появилась блять вот эти телепортации мне не очень нравится вместо того чтобы сделать какой-то цельный уровень меня постоянно бросают блять из комнаты в комнату в коридоры в какие-то фонаря нет темно ничего не видно ну жесть это то за что мне не понравился и вилл визин блин ты идешь идешь спускаешься в метро хирак попал в гостиницу блять из гостиницы попал в отель блин не в отеле в этот в больницу из больницы снова в лифт какой-то там и снова на улицу бред я понимаю что вы считаете себя мастерами психоделики какими-то обалденными но нет мало у кого это получается и мало кому это нравится но он только что прошел питкун питкун из нотердам де пари и выползла какая-то сикараха кстати чертовски скремова она вылезла это был лицехват наверное из этого из халфы сломанный фонарик сломанный фонарик то есть вы даже целый фонарь не дадите до сломанный ну чуваки блять от души спасибо вообще и чем не делать по башке им кому-нибудь треснуть можно хоть тут только что еще что-то гали горело что можно еще и выслушать немножко комментарии в главного героя по какому-то поводу но нет пойдем туда куда пошел питкун хорошая попытка она нет ну чё ты рогами что ли зацепился ф и чего я жму на f и знаете что происходит да ничего не происходит что на что надо здесь на f то нажать а вот теперь севшие батарейки сломан вставь севшие батарейки сломанный фонарь они нашли друг друга да что блять на ф то чё они хотят может как то инвентарь надо открыть не знаю о лампа работает может теперь на f надо нажать загадочная российская душа сочиняла эту игру и даже не понимаю что она хочет когда нажми на f и нажми на f и ничего не будет надо было написать ой фпс просадки не смогли немножко они дым сделать что это мне пригодится да чё драться будем сейчас будет скримач походу смотрите нет он просто телепортировался куда-то блин все таки вот зайдите на страницу стима этой игры посмотрите какие там скриншоты выложили а хитрожопые английское название красивые скриншоты но мне ли возникать я специально английским названием назвал видео маус против мауса у всяких англичан и немцев до сих пор бомбит они мне пишут типа какого хрена игра называется на английском если все комментарии на русском это хоррор для хоррор для арахноф а для арахнофобов что ну да и хейт спайдерс ай хейт спайдермен чем делает а паутина просто такое чувство что это что это все тот же туман или дым что это такое сейчас что в 35 миллиметрах что здесь вот непонятно что дымит или что это за эффект такой на экране они его научились делать к чему они его привязывают и чё ну дырка стене чё туда как в анекдоте вытри жопу пальцем усунь сюда да камон вон там что-то зя там он люминесцентные грибы я уверен что это грибы хохотунчики как ненавязчиво намекает на то что эти грибы что-то а это просто просто грибы которые светятся обалдеть а вот я взял руль в смысле крутилку теперь смогу поднять решетку видно что разработчик вдохновлялся были сука ёбаная ну чё делать такой беспонтовый паук он напал чтобы сдохнуть разработчики вдохновлялись пенумброй по моему чем-то таким почему outlast прекрасно обошелся без таких заданий как пойди возьми рычаг блять вставь его здесь покрути почему лэйр софир без этого обошелся без всего блять то бы ну еще медленнее нельзя это было сделать интересно как бы вот этот штырек можно вырвать и взять с собой дальше но почему почему все эти хорроры настолько антилогичны успеха сам игр делать начинай если бы еще если поуметь еще поезд вот он нашелся так тут можно по-моему перепрыгнуть не абсолютный нот наверх можно залезть походу нет нет они просто так так поддоны сложили казалось бы да но нет и снова паук яйца паука если раздавлю ему яйца он не будет против вот такую вещь как кладка пауч яиц главный герой оставляет без комментариев какой-нибудь там здесь нет ничего полезного в этой палатке пусто там комментарии сделать заебал разокрывать я ничего не вижу дебил я буду боком ходить вот видите можно сюда наступить и ногу сломать если не смотреть под ноги кстати у главного героя опять в руке эта палка которую он оставил торчать в предыдущем пауке как гениально блять я не нытик я наблюдательный в таких местах обычно скримеры а только не здесь перед энергии нужны неприятности я всего лишь хочу узнать где я нахожусь джимми бой для данный 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 но это какой-то мэнхант прям вот чувак в маске как из мэнханта тут же внимание главного героя привлекла лампа вау и царь паук вырвался просто на свободу с треугольными лапами и бивнями блять у этого паука реально бивни мамонта вау снова моя любимая загрузка в мире обалдеть гифка загрузка о третий левел уже уже третий левел из эта игра что длится полтора часа облезлая белка какая-то они нам так показывают своего брундука как будто не какой-то шедевр нарисовали белочка беги блять я вообще по нахуй она сидит здесь тут не орехов ничего блять не шишек ну музло конечно зачетно по-моему эти головы кабана это отсылка к ним эшки проект принцессу мононоки похоже я слишком долго спал нужно как можно скорее вернуться к лодке блять какой был вообще вот в этом во всем смысл ну как говорил одна моя подруга не пытаясь искать смысл там где его нет буду проходить всю оставшуюся игру бегом потому что еще можно успеть будет если я уложусь в один час или в сколько там можно вернуть деньги их пробухать нужно вернуться к лодке то есть то есть надо назад бежать я правильно понял нахуй он развернулся вау ну поля поливает наверно после дождя не знаю или он дымился трудно сказать самолет не похож на военный судя по звуку он упал где-то неподалеку до самолет не похож на военный если сейчас не первая мировая согласен нам же не сказали какой сейчас год да включи ты бег у него походу энергия какая-то невидимая закончилась в том что он ну да вот он постоял снова зарядился эй томми что там поделал той девчонке которую застрелили дело было закрыто за недостаточностью улик подозреваемый есть но у него железное алиби да попробуй докажет ее отцу сегодня утром соседи нашего подозреваемого вызвали полицию увидели чтобы его дом хотел влезть отец этой девочки и при нем нашли пистолет даже не могу представить каково ему сейчас ладно томас забей пойдем лучше перекусим наконец-то в игре под названием следователь начали отыгрывать то что вот этот пацан малолетний которым мы играем это следователь до кучи все озвучено голосами 20-летних пацанов что добавляет еще больше абсурдности данному факту того что это следователи он что тут расследует блять чё он расследует сны про пауков свернулся послушал голоса конечно очень тихо где звуки то игра он и очень тихо но это не я виноват просто но в некоторых играх не делают громкость диалогов считают что они так на достойном уровне в итоге нихера их не слышно вот uncharted надо звук таким образом там настраивать убавлять звуки выстрела здесь здесь и этого невозможно сделать поэтому но сомневаюсь что тут какой-то мега пиздатый сюжет который прям надо слушать стоит того чтобы вслушиваться скажем так ну чё где прыжок то там как бы вон самолет упавший но что-то на лодке надо плыть да все все перемещение методом загрузок походу даже в 35 миллиметрах есть плавание на плоту непродолжительное почему-то главный герой прячет свое лицо видимо она крайне стремно нарисовано там упал самолет надо идти туда да похуй я поплыл он уход с белочкой все в порядке слава богу блять ну и ебанина ёпта мою мать вообще просто он сюда приплыл переночевал тут в каком-то доме блять ему приснилось какое-то говно упал самолет он забил на всю хуй и уплыл феноменально блять кто автор сюжета от пятиклассник help на блять какой-то ответственный квадратный скале кто-то сделал против причал и написал help а у этого чела еще и дробовик отличная парковка или это был выстрел что это было вообще бомбанул пердак у главного героя наверно а это уже игра пошла и лодка утонула непонятно чё с ней стало она просто взяла и утонула все было нормально блять конечно и конечно же загрузка лавил 4 из шести возможных да я правильно помню ну ключик прямо из буратино нужно найти выход не стоит здесь задерживаться нужно найти дверь от которых который подходит этот ключ но не объясняют самого главного на кой хуй главный герой вообще сюда приплыл чё он ищет чё ему надо блять просто ничего это поток 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 адского безумия ну что тут в полный рост можно пройти тут на велосипеде можно проехать блять на коне проскакать зачем не представляет приседать вроде атмосфера такая ничего вроде локации какие-то чё постарались нарисовать но смысла в это не вложили вообще никакого блять я напоминаю что в начале игры подобрал сломанный фонари севшие батарейки которые до сих пор не работают f какая-то неправильная вообще у меня раскладка по умолчанию английская то есть даже на это не свалить просто не работает дверь закрыта тут просто блять тупик и темень тут походу все самое интересное происходит на на заставках блять на по и блищу заставки есть туман поэтому фпс просел до 45 вот тридцатка мы продолжаем погружение эй выпусти меня нужно найти способ выбраться из этой по моему выпусти меня это от me out они let me go let me go дай мне идти let me out let me out еб ты бля но чего нужно найти способ нужно найти тут тот единственный пиксель который позволяет нажатием левой кнопки мыши активировать какое-то действие вот он опять пропал блять о я не верю что главный герой дотянулся бы до туда просто не верю него чё там руки как у деонте и вайлдера блин каждая полтора метра выходит он тоже об методом загрузки не открыть не открыть не открыть фонаря нет ничего не работает кровь вау ничего себе в игре про хоррор есть кровь и это показали крупным планом да еще под музыка с звуковым эффектом вот мы вышли в дверь и конец общины главы наверно нет тут углавы такие блять короче чем детской сказки и чё нахуй ты бросил а надо держать на держать зажатой левую кнопку тогда он несет палочку в руке непонятно таким хером тут и так светло как бы достаточно потому что лампочка есть хоррор в котором блять мы просто идем по подвалу даже из воды ничто не не высунулась никакая рука блять не схватила резко продолжаю нести эту волшебную палочку но поскольку двери открываются на ту же кнопку придет приходится периодически ронять вышли в дверь блять и световая палочка осталась там сзади блять да даже энки как игра была интересней просто и минус том что она вылетала как блять последняя хоррор блять открытие двери резкое открытие двери это скример феноменальное говно господи причем все вот эту листвую траву которую можно похвалить я уже видел в игре сделаны одним человеком под названием бегущий в лабиринте это тоже трэш и говнище просто бежишь в лабиринте ищешь выход но там вот такая же трава на стенах поэтому я делаю вывод что это что-то готовое практически и вот чувачки просто взялись умеют программировать на этом движке взяли почти все готовое склеили это все без малейшего блять здравого смысла и сюжета и решили на этом заступить немножко бабла впарив эту игру блять black silver у чтобы он ее порекламировал ну поиграл атмосферно блять не и поиграл как следует и потом куча дурачков эту игру купила после этого отчет 100 человек если игру купит сколько это уже 25 ксарей да не ну вряд ли это то на что не рассчитывали не дает мне пройти достиг и говоришь я знаю блять я просто хотел обжечь тебя мудак разгадка на эту блять головоломку находится рядышком даже в 25 миллиметрах нужно было ультрафиолетовым фонарем найти крестики на стене аля пила и топором ударить здесь просто в соседнее помещение заходишь поворачиваешь блять шестиугольный руль ну чего над топор найти такой экшен блять показывают играет к это волнующая музыка и герой просто идет о да научим этого ублюдка бегать это вот этот паук так дверь расщепил он даже меньше чем тот который боднул нашего героя где-то в начале игры пауки прогрызли трубу что ли блять вот есть такие игры как итан картер да вот есть такие много какие игры есть а есть вот такая которая вообще блять походу не игра здесь 50 рублей как в том фильме я бы задал тебе эти деньги если бы ты купила них хотя бы грамм совести похоже в бочках радиоактивные отходы но у меня нет выбора нужно проскочить походу в бочках радиоактивные отходы у меня есть шанс превратиться веры в невероятного халка спецэффект эй ты я вижу тебе нужна помощь ты получил дозу радиации когда прошел возле тех бочек с радиоактивными отходами это нехорошо иди сюда я могу тебе помочь какой блять диалог правдоподобный почему он сам иди ты нахуй нету бега нету бега понимаете бега нету и варианта нету чтобы я пошел к нему он бы дал мне поеблу что от него я бы поеблу выхватил блять зачем они пытаются что-то изображать типа какой-то вариативности или что это блять вообще значит он от он съел мои ноги а нет они на месте я все думал откуда я тебя знаю но потом вспомнил ты тот самый детектив который расследовал дело моей дочери то самое дело которое ты так и не смог распутать но теперь это неважно я сам нашел того кто убил мою дочь отомстил она с тобой словно свела судьба удивительная штука это жизнь да сегодня ты жив а через секунду уже мертв да в прошлый раз камера летела блять здесь слева направо теперь справа налево классно даже заставки блять а это было стекло да о боже это жидкий криптонит и что это каким-то хуем главный герой выбрался из клетки походу блять этот долбоеб даже со второго раза не смог ее нормально запереть ебаная жизнь он такой же тупой как тот кто блять эту игру дел не стоит здесь задерживаться пиздец два побега подряд блять ебать это самый ебанутый блять из маньяков которых я видел с вами бля вообще за всю жизнь во всех играх во всех фильмах это просто днище блять блять а пауки то причем здесь этот маньяк даже не старался убить меня блять лифт есть кровища ведь он убил только одного нельзя просто так взять и выстрелить нельзя просто так нельзя просто так взять и побежать вообще он по моему выстрел мне прямо в камеру но у главного героя походу голова бронированная да и пуля мозг вряд ли заденет его же там нет блять как отвратительно мигает эта хуета бега нет ничего нет он еще и бацильный вообще классно пожалуйста ну беги ну почему ты ходишь блять шагами полы тут вообще хер знает еще сделано да 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 и что ни один ход не не убежать не присесть не отклониться пойдем посмотрим чё здесь кто бы мог подумать здесь ничего вот это поворотище маньяк не кидается в погоню вообще это пассивный убийца вот это поворот направо то впереди по моему тупик но все равно должен проверить передвигаясь вялыми шагами непонятно почему герой не был ранен в ногу блять может он и отлежал в камере нельзя было выстрелить в стену блять и не убить меня этой дробью я не могу ничего делать я сейчас опять по ебалу получу иди ко мне если не пойду к тебе вот смотри чувак я присел и обхожу тебя смотрите как ему насрать он даже не поворачивается мою сторону мне кажется сейчас обману этого дебила на коленях полз это иисус решил блять уничтожить эту ебанину святым потопом блять в очередной раз нахуй не выдержал просто этого говна ой блять ёб твою мать да сест левел файв мы играем джердом батлером вот этот поворот объект появился точно нас святой водой затопили не буду тут атмосферничать короче один хуй тут не страшно банки газировки на которой изображена корова блять что там за напиток кстати можно смотреть на ноги героя но только не когда он бежит интересно почему что это такое кнопочка которая блять на полу телефонная трубка на передохранитель похоже а если бы я блять не заметил эту хуй ту снова люминецентный грибос который вообще просто так здесь ой кому он там еще один передохранитель такое чувство что в этой игре и они они вот эту комнату обставили так как будто в этой игре есть какой-то паркур запредельно офигенный но его тут нет можно блять сюда запрыгнуть сюда он а есть паркур ничоси внезапно появился потому что до этого мне кажется ничего подобного здесь не было ну тогда это вообще блять уже 10 из 10 рашин ответ дэнк лайту похоже на предохранитель но это разве не кнопка нет ведь она не на полу что а вот рычаг ничоси конечно ведь мы в средневековом замке какие нахуй кнопки рычаги ну чё то блять такое то кому мне в жопу вставить эти передохранители главного героя почему-то обострились прыжки давай а теперь надо нажать на ту большую кнопку да черта когда-то смеялся над сомой говорил что там дерьмо дерьмо с ногами за главным героем бегает ну там и правда враги это дерьмо с ногами но сюжет то какой господи мы где блин в алькатрасе что ли но смотрится все симпатично по крайней мере не скажешь шедевр но я не скажу что это прям дерьмо какой-то симпатно смотрится жаль что блять разработчики какие-то три абсолютных бестолочь которые даже не постарались придумать сюжет конечно хуя да так схавают black sealer поможет ведь в игре есть воздух можно дышать ай где есть воздух там есть и атмосфера главный герой так блять обращать внимание на каждое пятно от кетчупа на стене паук обратите внимание что теперь нажатие левой кнопки производит какой-то блять щелчок я не пойду вниз нахер вниз тут же есть лифт для пойду в эту дверь нет тогда пойду в этот лифт алифт скоростной ничёси он меня телепортировал щелк щелк о май гаад паук лидер группы коррозии металла тоже был паук не помню как его звали сергей или о май гаад О май, ну надоело. Ну камон, паркур же. Не на ту палку я пытался запаркурить. Вы, блядь, серьёзно. Не, вы в натуре, вы, блядь, шутите, что ли? Надо было на бочечку, а с бочечки уже на перекладину. Хотя ровно на такую же перекладину напротив он нормально запрыгивает, подтянувшись руками. Да ладно, блядь, ну быть нахуй такого говна не может. Почему? Просто потому, что я не ползком перемещался, он свалился, что ли? Хорошо. Ведь эта игра должна идти два часа, не меньше, чтобы как бы люди не могли вернуть. Здесь, блядь, прозрачная стена не даёт нормально залезть. Камон, блядь. Ты чё, ты чё делаешь, тварь? Мне болт не даёт забраться. Интересно, кто прикручивал деревянные перекладины болтом, блядь, к железным, сука, сваям, блядь. Как он это сделал? Зачем, блядь, если это шахта лифта? О май гаааааааа. Тут не хватает музыки из лифта Шестой левел Час тридцать вет С плюс десять Че это значит блять Как я вообще идеально прохожу эту игру Мне кажется это прям мое Конечно зачем бить ее ногой Если можно въебать по ней кулаком Не так ли Я вновь напоминаю что в начале игры Зачем-то подобрал сломанный фонарик И сломанные исевшие батарейки Возможно это был стеб над хоррорами Типа что в каждом хорроре главный герой Всегда находит себе фонарь Блять прыгни на этого паука И раздави его нахуй Вот может это был троллинг Потом я заколол паука Железной арматуриной После чего я эту арматурину После чего эта арматурина Осталась в руке у главного героя Она никуда не пропала Хотя он оставил ее торчать в пауке Наверное это тоже стеб Не знаю над чем Блять и мне сюда не запрыгнуть Просто потому что нехуй там прыгать Надо наверняка идти в ту самую дверь Откуда сейчас на меня паук напал Паук видимо укусил меня После чего он нахуй утопился А вон там щель между ящиком конечно Чего блять Мне и не сюда? А да Паркур же Мы детектив паркурщик Капитан паркур О боже Видимо мы идем В логово пауков Вы читали книгу Мир пауков? Там такой цикл Сначала какой-то западный гений Написал книжку А потом наши авторы Еще 20 На хуе вертели Дебилы Да-да-да Текстура главы героя Прошла через камни Возможно он привидение Не открывается Похоже замок заржавел Да мне похуй че она не открывается Зачем ты уточняешь? А что там было? Не открывается Похоже замок заржавел О Все к лучшему как говорится Странно что у него ноги в жопу не провалились С такой высоты уебался О фонарь блять Ну возьми ты с собой фонарь Ну че ты меня бесишь то Ёб твою мать Недоумище это ебаная Блять как хорошо что все таки Отклик прыжка Успел сработать А черт Уже даже пауки Перестали нападать Даже им стало скучно В этой игре Не выглядит она Ну достойно Для инди хоррора Очень даже Только тупая Блять До невозможности Блять Вот есть Движок Умеют рисовать Ну блять Дело то за малым Оставалось Ё-моё Найти блин Нормальный сценарий Какой нибудь Придумать Посидеть Побухать Обратиться Может к кому нибудь Блять Из книжки Из какой нибудь Пиздить Где нибудь Блять Не нахуй я Сделаем Вот это Отлично Теперь я смогу Залезть наверх Карманная лестница Наверх Куда Туда На какой верх Ему надо Ну вот Видимо сюда Нет Блять Он прошел Сквозь стену Сейчас только что Мне показалось Почему наверху На него Паук ему В лицо Его не укусил Одному богу Известно Это же Хоррор Блять Лайт Хоррор Главное Не смотреть Вниз Ну там Такие текстуры Что действительно Лучше вниз Не смотреть Да вы Ёбнулись Паукозавр И снова Бег не работает Нам предлагают Видимо Рассмотреть Просто Увеличенного Паука В размерах Его даже Текстуры Просто Растянули Да и Зайбись А вот Теперь В последний Момент Появился Бег Видимо Это так И было Задумано Следующая Миссия Будет Выбраться Из паука Из его Жопы Из паучины Наверное Спустя Два дня Выпал Снег Климат Резко Менялся Холод Пробирал До костей Спустя Два дня Чего Укрытие И Переждать Очередную Седьмой Левел Минус Десять Температура Снег А Они Зачем То Пишут Время И Погоду Блять Как будто Всем Не Похуй Господи Такое Ощущение Что Они Планировали Какую То Игру Но То Ли Денег Не Хватило То Ли Терпение То Ли Просто Посрались И Выбросили То Что Есть Свернулся Посмотрел Всего Да Хватит Блять Открывать Эту Залупу Всего У игры Десять Уровней Это Седьмой Блять Не Знаю Я И Учитывая Что Они Становятся Все Длиннее Длиннее Это Какой То Блять Недобрый Знак Снежинки Прям Можно Рассмотреть Блять Насколько Нездоровые Главному Герою Нужно Укрытие Ну Естественно Ему Холодно Но Не Настолько Чтобы Он Пошел В Первый Попавшийся Дом Нам Надо Идти Наверное Туда Где Свет Горит Снова Тот Т же Трактор Что И Чем Мне Казалось Что В конце Прошлой Главы Герой Должен Был Погибнуть Упав На Огромного Паука Который Бо Сожрал Его Просто Нахуй Но Спустя Два Дня Выясняется Что Герой Неизвестно Как Выжил Блять Зачем Это Объяснять Правильно И так Сойдет Я Нашел Дрова Можно Возвращаться Куда Возвращаться А почему Ты нашел Именно Эти Дрова Если Тут Вообще Дрова Повсюду Эй Вам Нужна Помощь Это Мне Блять Помощь Уже Нужна Ну Судя По Звуку Опять Пауки Блять Куда Мне Ити Что Мне Ити Это Лисопилка Лисопилка Сидит Херота Какая Но Там Есть Лизница Наверх На Лисопилку Как бы Прохода Не Было Можно Залезть Сюда Такой Богатый Блять Обставленный Мир Так Интересно Его Исследовать Не Открывается Похоже Замок Заржавел У тебя Блять Что Все Замки Заржавели Что Не Туда Лим Не Надо Интересно Нет Не Туда Ли Надо Наверное В Одну Из Этих Избушек В Ту Из Который Торчит Дымоход Потому Что Я Дрова Нашел Над Костер Похоже Здесь Мертвы Передохнуть Нужно Найти Спичи И Дрова Для Костра У тебя Даже Спичек Нету Пиздаты Ты Бля Путешественник 39 фпс Блять Отлично Я Нашел Спички Где Даже Я Не Увидел Где Он Их Взял Я Хотел Дверцу Попробовать Открыть Я Я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Глава 8, охуенно Еще на 5 градусов похолодало 8 вечера Странно, что число они не пишут Он что, в тот же день ушел Или переночевал там что ли Или так, яички погрел 5 минут и дальше В дорогу Блять, это можно Перешагнуть было, зачем ты нагнулся Вот он, какой-то чел раком стоит Может колесо меняет Дальнобойщик, наверное Мигалки, там полиция Или скорая Главный герой притаился за бревном Он недоверчиво относится к полицейским Русский, наверное Снежинки прям видно, что звездочки такие О, семерка Послушались совета доброго Начали делать Окружающий мир Мэйден Раша КамАЗ Нет, не КамАЗ Ну, а тоже что-то знакомое Вдалеке что-то есть Так что ты, нихуя у тебя зрение Я это увидел Еще когда ты загрузку показывал Это джип Может здесь будет миссия с ездой на машине Да это броневик Машина на ходу, но нет бензина А с чего ты взял, что нет бензина? Водитель может быть где-то рядом И он обязательно гандон, да? Тени нету Раньше была Мне нужно найти бензин и спиздить машину Отлично Я думаю, что Если мне нет бензина Водитель как раз таки где-то здесь его и ищет Блять, ничего тут такие квесты вообще жесткие То бензин найти, то дрова Я охуеваю прям Даже не знаю, почему я раньше не заметил Но здесь есть дорога вбок И Наверное Что бензин нужно поискать где-то здесь Полутать его Вот она заправочка Так удобно Хоть один бы знак поставил, что заправка вот здесь Чуть такая Но Эта тачка походу на ходу Семьера С тонированным лобовым стеклом Блять Лобовое стекло тонировано досками Блять А, ну все Неплохо ты прокачал свою тачку Ты че ебанат Что за горячая тачка, он сказал Типа Не похуй, как он прокачал всю тачку Бензин где Дебил Спойлер, блять Из досок Тут дети какие-то играли Походу Следы крови Где? Можно узнать, куда они ведут Да ссать на следы крови, блять Надо Бензин найти и уехать Снег почему-то падать перестал А вот и водитель О Кто это мог сделать? Можно возвращаться назад, как можно скорее Он любезно оставил мне, блять Канистру с бензином Непонятно, зачем он с ней туда пошел, блять Если следы крови здесь Значит ему тут пизданули И он туда ушел, или что ли Его туда утащили Вместе, сука, с канистрой, да? А вот и водитель Это водитель той тачки на дороге Или вот этой вот Бэтмобиля деревянного? Не, у этой тачки водитель может быть только Буратино Не, Папа Карло Папа Карло Он же любит все из досок делать Из дерева Блять, угловой герой Бег сломался, как ты заебал Нужно быстрее возвращаться Естественно, ничего не помешало вернуться Что за ебанутая игра, боже мой А вы говорите 35 миллиметров, говно Коль ты смотришь по сторонам? Не, я понимаю, что скорее всего В мире постапокалипсиса Вряд ли тут кто-то будет переходить дорогу Ебать какое-то То есть Водителя, который пошел за бензином, что-то убило А ты просто пришел, взял и ушел, да? Ой, блядь Блядь, девятый левел Я думал, десятый уже Когда она кончится, это хуета это, блядь Ебаный врод Интересно, как далеко можно уехать на одной канистре бензина На этом, блядь, танке На нахуй, козлина рогатая, получи Реакция главного героя просто не позволила ему нажать на тормоз Причем там олень-то был, олененок маленький, блядь А тут джип, внедорожник Как он, блядь, перевернулся, с какого хуя Господи, какая же это все херня Постапокалипсис, блядь, Армагеддон Он что-то расследовал, блядь Какой-то маньяк отомстил Че за еб твою мать Охуенно, здесь стояла пробка на посту эвакуации Еще и, блядь, самолет здесь сел Причем в этом самолете, походу, гномы к белоснежке летели Блядь, на блядке, я не знаю Че за, сука, дельтаплан такой По-моему, в нем реально места как-то маловато, мне кажется А вот это крыша Абрамса С номером, блядь М1А2, сучка Пункт эвакуации Похоже, не все успели эвакуироваться Ну да, ты не успел, похоже Ты че у него, блядь, за кашель такой, что аж зрение пропадает Ой, может сейчас будет миссия за стационарным пулеметом Тут пункт эвакуации был, простите Или вы здесь от нашествия зомби отбивались Нахуй здесь пулемет, если здесь пункт эвакуации У америкосов вообще какое-то, блядь, своеобразное представление об эвакуировании Постоянно в каждом фильме, в каждом, блядь, не знаю, везде Пункт эвакуации, это, блядь, военные, джипы, пулеметы, блядь А, это, наверное, и есть тот бункер, смотрите Это, это, блядь, индийская резервация, походу Вон бунгало стоят Фигвамы, фигвамы, блядь Блядь, только не говоришь, что опять будет миссия в подземельях Да, конечно, что же еще У разработчика странная любовь, блядь К затопленным подвалам К затопленным заросшим Что, где дым, пар, блядь, хуй знает, что еще И пауки ползают Да, хуй с ним, боже мой, забей Ты все равно бессмертен А вот и Джонни, ублюдок А как Джонни сюда попал, блядь А как он подождал меня здесь, каким хуем И снова я в ловушке Ищи выход, детектив Какой ты, нахуй, детектив? Заткни ебало, не беси меня, дебил, блядь Ебаный Динамит, блядь, ёп Как раз, кстати Да, убейся, нахуй, в этой комнате Взорвись, блядь, чтобы тебя тут похоронило, блядь, этим взрывом Укрытие, умник В какое, нахуй, укрытие в замкнутом помещении Этим взрывом? Из тебя сейчас все говно выбьет, дебил Это, блядь, был динамит или петарда Корсар-4, я не понимаю Да, могло тебе жопу оторвать, блядь, действительно Да хули я проверяю Конечно, они не открываются Я не понимаю, почему маньяк его просто не убьет? Вот почему просто, блядь, его не застрелит? Нахуй, но запирает третий раз, блядь, недоумок Что натворил? Что, не нравится? Не убегай от меня, Джонни Ты же хотел веселья Джонни просто испарился после этого выстрела Главный герой включил походку терминатора и не бегает больше Получи, бочка Айм ангри Сара Коннор Где же ты прячешься, а? Блядь, ходьба, ёбаная ходьба, боже, что мой Блядь Ну и чё, блядь, ну... Ну почему, блядь, такое дерьмо, блядь, а? Ну почему он, блядь, не бегает, ёбаный ублюдок? 35 фпс На поебалу тебе, дебил, блядь Да, они толкаются как школьники, блядь Вау, Джонни получил выстрел в упор И, конечно же, ему в очередной раз просто похуй Ведь главному герою уже было похуй Когда Джонни стрелял в него из этого же самого ружья Оно вообще стреляет, наверное, спецэффектами, блядь Бенгальскими огнями, блядь, наверное, стреляет Не знаю, там серпантин не вылетел, нахуй, с конфетти Та-та-та-тан, та-тан, та-тан Та-та-та-та-тан, та-тан-тан Та-та-тан, та-тан-тан Какая же это всё херня Блядь, лучше бы я фильмы Александра Невского смотрел Нет патронов, конечно, их же было всего два Девять вечера, холодно, минус пять Да постой ты, не убегай Я могу тебе всё объяснить Ты его убить только что, ты его убить хотел только что, блядь Что ты делаешь тоже ненормально А до этого Пока не поздно А до этого он тебя убить хотел, блядь Ну так и нахуй ты тогда, вы я, блядь, ну и дерьмо Отсылка к пиле Что здесь происходит О, пистолет здесь лежит Дезерт игл Ну, конечно, главного героя, детектива, блядь И гения по жизни не интересует этот пистолет Заряжен он, не заряжен Просто похуй Ну, лежит тут ствол, ну и ладно, ну чё Мало ли, пистолетов под ногами валяются Когда ты бегаешь за умалишённым дебилом Ведь можно просто победить его добротой Идти за ним и кричать, остановись, давай поговорим Хуй с ним, что я в тебя стрелял Больше из этого ружья никто ни в кого не выстрелит Там нет патронов Джонни и Томми Может это в каком-то фильме было Я просто не знаю, что это за Да, чтоб перелезть через эту палочку Действительно нужна была заставка Божественная заставка Какой у него удар с ноги великолепный А ты ещё, блядь, кто? О, подкалиберный пошёл Оперённый С баллистическим, ёпты бля, колпачком Это был Стиви какой-то Где был Стиви раньше, непонятно Тебя разбудила моя игра на гитаре? Ну да, я плохо играю На какой, блядь? Как себя чувствуешь? На пулемёте твоя игра? Человек, которого чуть не взорвали Ты в своём уме? Блядь, ваша... Не меня, случайно вышла Я на этого паука давно охотился А он, тварь такая, постоянно убегал от меня Ну ты дебил, хе-хе-хе Я Стив, кстати А тебя как зовут? Я Томас Американские имена, как бы Без хорошей пушки Томас Здесь такое водится Страшно представить А откуда здесь эти твари? Вижу, ты не местный Эти твари здесь давно Вижу, ты ебанутый Эти твари бегают, блядь, здесь всю игру, нахуй И я и побольше видел И падал у него сверху И один хуй не сдох Когда доберёмся до моего укрытия Там тёплое пиво Блэкджек И прочие вещи И шлюхи Да? На это намекали Так как ты у нас человек гражданский без пушки Будешь держаться за мной Открываешь дверь Я зачищаю комнату И мы идём дальше Вообще-то Я детектив Во-первых Во-вторых Если мы идём в твоё, блядь, убежище Почему твоя гитара здесь А не в убежище, блядь Ты тут на ней дрянькал? И отходи И отходи И отходи ты нахуй, блядь, дебил Чё ты делаешь? Вот тварь Сегодня мы без ужина Если ты, конечно, не хочешь полезть за ним Звуки выстрелов великолепны, блядь Чуя На ужин у меня сегодня ты Да? И я шучу так же плохо, как играю на гитаре Да, так же плохо, как озвучиваю игры Озвучиваю я их чуть-чуть хуже, чем их нет Озвучиваю я их хоть и лучше, чем делаю, блядь, эти самые игры Но всё равно дерьмово Чисто Он говорил, открывай дверь и отходи Но при этом он прижимает меня к двери И мне просто не отойти Будем играть в карты Шахматы Устраивать гонки пауков Веселим будет море Очень заманчиво Но я не могу здесь задерживаться Я направляюсь в бункер выживших Это тот, который Д7? Забудь о нём Там ничего нет Я уже был там Да и на улице так похолодало Что замёрзнешь в считанные секунды Оставайся здесь у нас Будет весело Ты пидорок, походу, да? Веселиться собрался со мной? И это была его ловушка, да? Ты как там? Живой? Да Живой пока Это хорошо Ладно Попробуй подняться наверх Встретимся позже А ты что, мне даже не поможешь? Чем? В волшебной лестнице? Попробуй выбраться сам Встретимся на другой стороне Ты же сам сказал, что без оружия ходить опасно, блядь Так может я тебя здесь подожду и ты сам ко мне придёшь? Но нет, блядь Потому что сценарий писал ебанутый Поэтому, блядь, главным героем То нужен сопровождающий, то, блядь, не нужен Не парься, у меня есть нерабочий фонарь, севший батарейки, блядь Я ими как-нибудь отобьюсь В конце концов, мне похуй на пауков В меня из дробовика в упор, блядь, четыре раза стреляли А потом я себя динамитом пытался взорвать Но тоже не проканал, а всё равно не сдох Охуеть, не встать И чё? По-моему, эта дверь была закрыта, нет? Котельная работает И что здесь? Ну, походу, они Тёпленькой водичкой жопы-то моют, блядь Блядь, чем эта хуйня может закончиться? Вот мне просто интересно уже, блядь Мне так-то на всё насрать Нам просто вот интересно, в конце-то здесь что, блядь А вот мы сейчас и узнаем, наверное, это финальная загрузка Финальная заставка, то есть сейчас А, это, блядь, свет погас Ну, охуенно, чё? Да вы, ебать, чё, нахуй Издеваетесь, что ли? Ну, блядь, пиздец Нахуй я обратно иду Тут же ничего нету, блядь Блядь, я вообще нихуя не вижу Возьми лампу, блядь Может тут чё изменилось там, не знаю После этого гениального скрипта, блядь Возьми палку, блядь, горящую Ебать, в темноте и себе посветишь, ну Блядь, то есть мне всё-таки надо Надо в темноту туда идти, да Я даже дверь, нахуй, там не вижу И вообще ничего, блядь, не вижу, но мне надо идти туда Блядь, разработчики, вы, блядь, реально Конченые, уебаны Я вот, пиздец Никогда, нахуй, ничего такого, уебанского не видел А я видел, блядь, всякое Но такого, дерьма, ебать Вообще никогда не видел Это, пиздец, полный, блядь Просто вы отбитые, блядь Я хуя Надеюсь, у вас хуй на лбу, блядь, вырастет Просто за эту игру Да просто, ебать, колотить Ну и хуйня Реально, русским лучше, блядь, не браться, нахуй, за игры Это пиздец Даже, блядь, Украина, нахуй, игры лучше делает Просто пиздец полный Ебать Это, блядь, какая же бездарная Какое бездарное говнище, еб твою мать Когда-то же, блядь, книги писали пиздатые Фильмы снимали неплохие Все проебали, блядь Ничего нахуй теперь не могут Ну, судя по шагам, я куда-то иду Я хуй знаю А, вот она дверь Ее только на ощупь, блядь, можно найти было Блядь, где конец этого дерьма, блядь Опять бензин Опять бензин Дверь не открывается, блядь Бука, красные глаза Что, мне к нему идти, или что? Что надо-то, блядь, делать? Подождать, пока он сюда за мной полезет И уебать ему чем-нибудь по башке Дверь не открывается, блядь Делать не яхуй Пойдем на паука Я просто я хуй знаю Че ждать от этой ебанутости, блядь А, он от меня убегает Ну, конечно Паук, у которого глаза светятся красным Явно дружелюбен, блядь Или сциклив Но никак не наш враг, блядь Никак Никак не надо избегать его, блядь Надо подойти его и напугать А ты улыбнись ему Как отражению в этом, блядь Как у мультика-то крошка енот А теперь он решил дать мне пизды Внезапно, да? Вообще-то я подпрыгнул, ну похуй Блядь, ёб твою мать Не, я, конечно, не буду делать возврат Потому что я прошел эту игру, во-первых И вроде как все по-честному Во-вторых, я уже просто, блядь Больше двух часов в нее играю Потому что я ходил Не выходя из игры Кофе, блядь, себе делал Пассать три раза, блядь Проблеваться от этой игры Ходил уже раз пять Поэтому, ну Я играю уже больше двух часов в нее Но, ебать Из всего того, во что я играл В своей жизни Это самое, блядь, тупое говнище Нахуй Даже, блядь, среди инди-игры Я, блядь, не знаю Кто тот человек Который будет со мной спорить Что это играет Тупое, блядское говно Даже при условии А, ну да Теперь же мы еще считаем Сколько людей над игрой работало Ну, над этой работало Как я понял Трое, блядь Три человека Если три человека игру делало Можно ее хуесосить или нет Как вы считаете Жаль, парадокс не ответит Ты бы забанен За свой пиздеж Ну, блядь Думаю, может еще Какие-нибудь адвокаты найдутся Просто пиздец Это просто, блядь Три чувака Решили спиздить У меня два часа Моей жизни Я что заметил, что Даже, блядь, король атмосферности Эту хуйню проходить не стал Но как я Набрал на ютубе Посмотреть, что там Прохождение игры Уже есть или нет Когда она вышла Там Посмотрел, что, блядь, да Уже Топы Первый взгляд на нее сделали Грубо говоря Каждый по 40 минут Поиграл И все Второй серии Уже не было В кого ты тут стреляешь? Зачем? Диалоги В скобочках Саркасм Ты можешь быстрее идти Заебал Я хочу пройти эту игру И пойти уже, блядь Удалить ее Она, кстати, 13 гигов весит По-моему Кончится тем Что мы останемся жить Поживать До добра Наживать В его ебаной берлоге Наверное Чувак У тебя, блядь Щель У тебя щель такая Мне кажется Тебя сквозняки мучают Там елка Походу Вот мы на месте Устраивайся поудобнее Мой дом Твой дом Jingle bells Jingle bells Jingle bells Я сейчас все равно не смогу остановить Верно Не знаю пока Если ты говоришь Что там ничего нет Уверяю тебя Неделю назад Там никого не было Ладно Никуда не уходи Я сейчас приду Щас окажется Что он друг Джонни, да? И это будет Ебать Какой поворот Что это было, блядь Это так умываются Ты чё, дурак, блядь? Ты Не в пизду суёшь-то Свои пальцы-то Придурок Знакомая ружьишка лежит А, у этого типа Две гитары, да? Неплохие пассажи Учитывая, что Он гитару даже в руки не взял Успокойся, Джон Никто его убивать не будет Я не могу всё объяснить Как ты можешь так говорить? Он же чуть не убил меня А ты меняй чё? Ты за мной, Томас Я выйду тебя Да? Всё? Мне больше никто не предлагает остаться? Что за строчка мигает? Томас, а нахуй ты себе Лицо штукатуркой обмазал? Ой, Джонни Ах, добрый дядя Джонни На белом пароходе Мне сюда или куда? Открывай дверь Блядь, более бессмысленной хуйни Я никогда не видел Даже трэшовые фильмы, блядь И то лучше, чем эта хуйта Главному герою пиздят Он падает Что-то происходит Но он всегда жив остаётся Ему просто похуй на всё Потому что он усан Он похож на Харламова, блядь Когда он в очень страшном фильме Батьку играл, который сына спаивал Чуваки, я вам свет починил Может, мы теперь друзья? Охуеть Да спорим, что мне похуй будет Давай, жрите меня А, это конец Его всё-таки сожрали Андрей Эдров Блядь, ну Пизду Я, как, блядь Я уже всё сказал Что я думаю об этой игре Мне интересно, что сами разработчики Блядь, об этом говне думают Как им эта игра? По-моему, блядь Полная ебанина, блядь Вообще, пиздец Хотя, в принципе Вот Арсений Мыцек Булат Шасмусу Блядь Можете ВКонтакте, наверное Поискать всякое Где-то там есть Посмотреть в глаза Их фотографиям, блядь Может быть Игру делал один человек Озвучивали трое Да, тут это актёры написано Они сами считают Что они актёры По крайней мере Music and Sound Decision Николай Семёнов Николай Семёнов Единственный, блядь Кто заслуживает И то только за музыку Потому что он же ещё и актёр Озвучивший Джонни, блядь Да, и тут какие-то благодарности Блядь, непонятно За что? Всё в пизду, короче, нахуй Это просто, блядь Худшая игра десятилетия Нет Со времён вообще всех игр Это, наверное, самая, блядь Бессмысленная и тупая хуйня Просто в моей жизни Я надеюсь, что никогда я больше Не нарвусь, блядь На игру от этих Безумно талантливых Ребят, конечно Всё, пишите, жмите Это пиздец был полный Продолжение следует? Идите нахуй Вот чё следует Ебанат Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова